Добрый день, дорогие ребята! Мы с вами сегодня проводим седьмое занятие по математике, готовимся к ЕГЭ и продолжаем решать задание под номером 15. Сегодня я хотела бы рассмотреть для повторения неравенства с логарифмом, далее на модуль и на иррациональность. Сейчас загрузится презентация, и мы с вами разберем три на сегодня запланированные задания. Значит, задание также состоит в части 2, находится, оценивается в 2 балла. То есть ничего не меняется, все то же самое, просто мы продолжаем. Первое неравенство. Я хотела бы обратить внимание на то, что можно сразу осуществить замену, то есть ничего не упрощая, как мы делали это в предыдущих неравенствах, сразу произвести замену. Но в данном случае у нас имеется неравенство, которое содержит под логарифмом х в квадрате минус 16. Именно на подлогарифмическое выражение всегда нужно накладывать условия. То есть мы здесь начнем с ограничений, которые накладываются на х в квадрате минус 16. Естественно, это должно быть больше нуля. Прорешиваем это неравенство методом интервалов, разложив изначально на множители, используя формулу квадрата разности квадратов, х минус 4, х плюс 4 больше нуля. Соответственно, решения у нас будут минус 4 и 4. Размещаем эти значения на числовой прямой. Так как у нас переменная, я повторюсь, мы уже об этом говорили, переменная в скобках находится на первом месте, поэтому мы начинаем проставлять знаки, начиная справа, и чередуем, получаем, соответственно, интервалы. Решение мы будем брать именно на тех промежутках. В качестве решения мы возьмем те промежутки, которые содержат знак плюс, а значит, это будет х меньше минус 4, х больше 4. Если записать промежутком, это от минус бесконечности до минус 4, и от 4 до плюс бесконечности. Далее сразу осуществляем замену. Почему? Потому что здесь у нас фигурирует логарифм х квадрата минус 16 по основанию 3, возводится в квадрат, и снова есть такое же выражение. Поэтому полностью заменяем это выражение на t. Ограничение под логарифмическое выражение мы с вами уже рассмотрели, поэтому смело можем переходить к замене в само неравенство, и решаем уже квадратное неравенство простейшего вида. t в квадрате минус 5t плюс 6 больше либо равно нулю. Решаем как квадратное, находим корни, как квадратное уравнение. Приравняв к нулю, найдя дискриминант, находим корни, они равны 3 и 2. Раскладываем этот, соответственно, трехчлен квадратный на множители. Получается t минус 3, t минус 2 больше либо равно нулю. Здесь знак равенства немножко затерялся. Больше либо равно нулю, знак неравенства ни в коем случае не меняется. Соответственно, если мы рассмотрим снова метод интервалов, отмечая, похоже, да, поэтому ссылаюсь на этот же чертеж. Будут корни обозначены 2 и 3, знаки будут такими же, поэтому мы и берем интервалы t меньше либо равно 2 и t больше либо равно 3. Точки, конечно, мы закрашиваем, потому что неравенство, еще раз повторюсь, у нас не строгое. Поэтому 2 и 3 включаем в решение. И тем самым возвращаемся к замене. Вместо t, еще раз вернусь, вот здесь у нас получились неравенства, t меньше либо равно 2, t больше либо равно 3. Вместо t мы будем подставлять логарифм x в квадрате минус 16 по основанию 3, тем самым получив 2 неравенства, уже логарифмических. Раз у нас в правой части каждого неравенства представляет собой число, мы можем это число заменить на логарифмическую функцию, взяв выражение, равное 2, и во втором неравенстве выражение, равное 3. Тогда получаем логарифм x в квадрате минус 16 по основанию 3, меньше либо равно логарифму 9 по основанию 3. Он будет равен 2, так как 3 в квадрате дает нам 9, поэтому мы двойку представили в виде вот такого логарифма 9 по основанию 3. Разбираем сначала это неравенство, потом перейдем ко второму. При решении логарифмических неравенств обязательно нужно обратить внимание на его основание, на основание логарифма. Почему? Потому что если у нас основание логарифма больше единицы, поэтому когда мы будем переходить к подлогарифмическим выражениям, знак неравенства у нас будет неизменным. В данном случае x в квадрате минус 16, меньше либо равно 9, получается за счет того, что 3 у нас больше 1. Далее переносим 9 влево с противоположным знаком. Получаем x в квадрате минус 25, меньше либо равно 0. Снова, используя разность квадратов, раскладываем на множители. 5 и минус 5 мы, конечно же, включаем в значение, потому что неравенство не строгое. Расставляем знаки в промежутках. И, учитывая знак нашего неравенства, меньше либо равно берем тот промежуток, где находится знак минус. Тем самым получаем решение данного неравенства от минус 5 до 5. Но изначально мы ввели ограничение на x в квадрате минус 16 на выражение, которое должно быть строго больше 0. И получили решение данного ограничения, данного неравенства, x меньше минус 4, x больше 4. Обязательно нужно выделить ту часть, которая получается при их совместном пересечении. Вот далее на числовой оси, представляю ваше внимание, все 4 корня, минус 5, минус 4, 4 и 5. Сверху мы заштриховали решение ограничения x меньше минус 4, x больше 4. Ниже числовой оси решение данного неравенства от минус 5 до 5. И где мы получаем двойную штриховку, те промежутки мы берем за ответ. То есть это у нас от минус 5 включительно до минус 4, скобка круглая. И от 4, опять же, скобка круглая, четверку мы не включаем, до 5 включительно. При решении второго неравенства мы делаем ту же самую процедуру. Заменяем число 3 на логарифм 27 по основанию 3. Опять же, смотрим на основание. 3 у нас больше единицы, поэтому мы не меняем знак. Получаем неравенство x в квадрате минус 16, больше либо равно 27. Далее 27 переносим влево с противоположным знаком. Получаем x в квадрате минус 43, больше либо равно 0. Используем разность квадратов. Несмотря на то, что 43 число простое, мы в любом случае можем его представить как корень из 43 в квадрате и снова использовать формулу разности квадратов. x минус корень квадратный 43, x плюс корень квадратный 43, больше либо равно 0. На числовой оси мы размещаем наше решение от минус корень из 3 до корень из 3. Промежуток будет у нас отрицательным. Точки опять же включаем. Меньше минус корень из 43 с плюсом и больше корень квадратного 43 тоже с плюсом. Тем самым именно их мы берем за решение, потому что нам нужны промежутки со знаком плюс. Знак неравенства у нас больше либо равно. Далее объединяем полученные решения с нашим решением по ограничению. И тогда получаем вот такую штриховочку. Но сверху заштриховано опять же x меньше минус 4, x больше 4. Внизу заштриховано соответствующее решение нашего неравенства. И здесь хочу обратить внимание, как сравнить целое число, допустим, минус 4, с числом иррациональным, которое равно минус корень из 43. Можно 4 представить в виде иррационального числа. 4 – это у нас корень из 16. Поэтому здесь получаем корень из 43, здесь корень из 16. И понимаем, что не учитывая знак минус, корень из 43 будет больше числом. Но так как оно у нас отрицательное, поэтому мы его располагаем левее. А минус корень из 16 или минус 4 будет ближе к нулю. Аналогично и 4, и корень из 43 располагаем в правильном порядке. Можно сделать вторым способом, вычислив приближенно корень из 43. Ближайшее решение это у нас 49, это примерно 7. Если будем рассматривать корень из 49, значит, ближе к 7. И меньше, если возьмем, корень из 36 – это 6. То есть данное число находится между 6 и 7 в промежутке в этом. Поэтому в любом случае число 4 будет меньше 6 даже. Поэтому корень из 43 располагаем дальше от 0 и от 4. Ну и объединяем полученное решение с обоих неравенств. Получаем, соответственно, 4 промежутка. Далее переходим ко второму. Критерий оценивания остается тем же. То есть если все верно решено, 2 балла. Если допущена вычислительная ошибка, либо не включена какая-либо точка, это 1 балл. Если допущена грубая ошибка, решение неверное – 0 баллов. Дальше дается у нас неравенство иррационального характера. То есть если мы будем рассматривать уравнение иррациональное, то мы в любом случае избавляемся от иррациональности, возводя каждую часть неравенства уравнения в квадрат. В данном случае дается квадратный корень и неравенство. Конечно же, мы уже на переменную должны наложить соответствующие условия. Но перед этим давайте посмотрим, как можно представить в данном случае наше неравенство. Оно у нас не строгое, поэтому мы его можем смело разбить на уравнение иррациональное и строгое неравенство. Тогда получим корень квадратный из 3х плюс 1 равно х плюс 1 и корень квадратный из 3х плюс 1 меньше правой части. Решаем в совокупности, то есть отличается квадратная скобочка от фигурной, потому что здесь мы будем решение объединять, а фигурная скобка говорит о пересечении. Тем самым, в данном случае, как мы решаем иррациональное уравнение изначально, конечно же, мы должны избавиться от иррациональности. Раз у нас дается квадратный корень, мы, конечно же, должны возвести каждую часть уравнения во вторую степень. Но еще многие допускают ошибку такую, что при решении уравнения начинают накладывать ограничения именно на подкоренное выражение. Но извлекая его, мы должны получить ноль или положительное число. Поэтому именно на правую часть нужно накладывать ограничения. То есть именно правая часть должна быть неотрицательной. раз у нас корень четной степени, правая часть должна быть больше либо равна нулю. Именно на нее мы накладываем ограничения. Получаем, что касается уравнения, х плюс 1 больше либо равно нулю. И уже возведя в квадрат, получаем, что правая часть, левая часть представляет собой 3х плюс 1, правая – х плюс 1 в квадрате. Далее переходим к неравенству. И здесь уже накладываем ограничения и на левую часть, под корнем которой, 3х плюс 1, и она должна быть неотрицательной, больше либо равно нулю. И, конечно же, на правую часть, потому что, извлекая квадратный корень, мы должны получить неотрицательное, а в данном случае, раз неравенство строгое, строго положительное выражение. Далее возводим снова в квадрат и получаем решение. Значит, в первом случае х будет больше либо равно минус единице. Здесь, конечно, если мы раскроем скобочки, будет х в квадрате плюс 2х плюс 1. Перенесем все слагаемые влево. Единички у нас сократятся. Останется 2х в квадрате минус 2х. На 2 мы тоже можем сократить. Останется уравнение х в квадрате минус х, равное нулю, решением которого являются значения 0 и 1. Здесь, опять же, видим, что у нас два одинаковых неравенства. х плюс 1 больше либо равно нулю, и х плюс 1 строго больше нуля. мы его уже не решаем, учитывая 3х плюс 1 больше либо равно нулю. Получаем решение, то есть если мы единицу перенесем вправо со знаком минус и разделим на 3, получится х больше либо равно минус 1 третий. Ну и аналогично, если мы также приведем соответственно нашему выражению упрощения, то есть раскроем скобочки, перенесем все слагаемые влево, меняя знаки на противоположные, вынося общий множитель за скобки, придем уже к такому неравенству, как х умножить на х минус 1 больше нуля. Как раз таки, видя неравенство х больше либо равно минус 1, и х больше либо равно минус 1 третий, знаки неравенства у нас одинаковые, поэтому мы с вами выбираем большее из данных чисел, это минус 1 третье, поэтому решением двух уже этих неравенств будет у нас как раз промежуток от минус 1 третьей до плюс бесконечности, минус 1 третью включаем. При решении квадратного уравнения я уже сказала, что будут значения 0 и 1, и при решении неравенства х умножить на х минус 1 мы видим, что как раз таки точки мы не включаем, и берем промежутки со знаком плюс. Еще раз повторюсь, что здесь у нас получается промежуток от минус 1 третий до плюс бесконечности, включая точки 0, 1. Здесь получается у нас решением неравенства х меньше нуля, х больше единицы. Мы должны объединить эти решения. Тем самым, после объединения мы получаем ответ от минус 1 трети до нуля включительно, и от единицы включительно до плюс бесконечности. От единицы до плюс бесконечности. Далее. Хотела рассмотреть еще один пример, содержащий модуль, но изначально, конечно же, обратить внимание на то, что такое у нас модуль числа. Модулем числа является число х само, если у нас х больше либо равно нулю, и минус х, если х строго меньше нуля. Конечно же, мы это определение всегда должны о нем помнить, использовать его при вычислении и не допускать ошибок. То есть не забывать, что мы модуль можем опустить, только применив вот эти вот как раз-таки определения. Конечно же, свойства модуля мы можем применить, что корень квадратный из х квадрата это х по модулю. И если мы модуль возводим в квадрат, мы можем записать выражение без модуля уже. Модуль произведения равен произведению модулей соответствующих выражений. Ну и здесь я привела тоже несколько неравенств, которые можно заменить равносильной совокупности неравенств. То есть если у нас f от х по модулю больше g от х, мы можем представить, как f от х строго больше g от х и f от х меньше минус g от х. То есть тем самым раскрыть модуль. И аналогично, если у нас f от х по модулю меньше g от х, мы можем представить его в виде двойного неравенства, уже сняв модуль, и в данном случае разбить два двойного неравенства на одиночные. Ну и вот давайте мы познакомимся с вами неравенством с модулем. Причем в нашем случае он содержит двойной модуль. Видим, что изначально левая часть заключена в модульные скобки, и внутри содержится опять же модуль. Конечно, мы, помня определение, начинаем раскрывать модуль внешний. Как раз-таки вот здесь я снова привела формулу, что если у нас f от х по модулю больше g от х, мы можем разбить на два неравенства. Тогда мы поэтапно двигаемся, раскрываем внешний модуль. Значит, если у нас подмодульное выражение больше, соответственно, нуля, то мы раскрываем модуль, не меняя знак у правой части. Если мы рассматриваем уже с отрицательным выражением, то, конечно же, мы у правой части, у каждого слагаемого, меняем знак на противоположный. Упростив данное выражение, то есть перенеся х в квадрате вправо, мы получаем выражение, что опять у нас слева получается выражение с модулем больше либо равно х в квадрате минус х плюс 18. Ну и второе неравенство аналогично. Переносим х в квадрате вправо, поменял знак, и получаем соответствующее модульное, опять же, пока неравенство. Вот далее уже опять, да, каждое неравенство с модулем мы разбиваем на два, тем самым рассматривая, что если у нас положительное подмодульное выражение, мы убираем знак модуля, не меняя знак у правой части, если отрицательное, то меняем знак, и относительно первого уравнения мы получаем уже вот это выражение, да, двойное, то есть первое неравенство мы раскрыли с плюсом, второе неравенство уже в правой части, обратите внимание, знаки мы поменяли у каждого слагаемого. Далее аналогичную процедуру проделываем уже со вторым неравенством, и тоже сначала мы ничего не меняем, во втором случае раскрываем, уже убрав знак модуля, меняя знаки на противоположные. Ну и давайте поэтапно разберем решение каждого неравенства, к чему мы в итоге приходим. Первое неравенство мы видим х в квадрате слева и х в квадрате справа, они у нас взаимно уничтожаются, 5х плюс х, если мы заберем его в левую часть, получим 6х, минус 18 слева перенесем вправо, будет 36, поэтому получаем неравенство 6х больше либо равно 36, соответственно, х больше 6. Это решение первого неравенства от 6 включительно до плюс бесконечности. Вот на числовой оси, конечно же, мы это показываем. Точка 6, ребят, должна быть закрашена. Здесь заливка белая просто слилось. Далее второе неравенство, х в квадрате плюс х в квадрате забираем, справа минус х в квадрате, будет 2х в квадрате, х снова переносим влево со знаком минус, будет 4х и минус 18, очевидно, мы можем сократить, так как они у нас одинаковые выражения, находятся по обе части неравенства, тем самым мы можем прибавить плюс 18 каждой части неравенства, тем самым мы получим выражение только с х. Вынося общую множество за скобку на 2, сокращая, то есть мы получили неравенство 2х в квадрате плюс 4х на 2 мы поделили, и х вынесли за скобку, получили неравенство х умножить на х плюс 2, меньше либо равно 0. Меньше либо равно 0. Да, потому что вот здесь вот знак неравенства, да, должен поменяться. Далее получаем, соответственно, решение данного неравенства от минус 2 до 0 включительно. И рассматриваем третье неравенство, здесь х в квадрате плюс х в квадрате, да, опять же, не плюс, а они взаимно уничтожаются, потому что находятся в обеих частях неравенства. Дальше х переносим влево, получаем 4х, и минус 18 тоже взаимно уничтожается. Поэтому 4х меньше либо равно 0, получаем, соответственно, х меньше 0, потому что 4 у нас всегда больше 0. То есть можно сказать, что мы поделили на 4, а раз число положительное, знак неравенства у нас не поменялся. И последнее неравенство. Если мы перенесем все влево, мы получим уравнение 2х в квадрате плюс 6х минус 36, больше либо равно 0. Больше либо равно 0. Тогда на 2 мы смело можем сократить и, применив, опять же, дискриминант, то есть решение квадратного уравнения, находим корни и представляем данный квадратный трехчлен в виде произведения вот таких вот двух скобочек. То есть решением уравнения получились корни минус 6 и 3, поэтому мы с вами в решении забираем промежутки х меньше либо равно минус 6 и х больше либо равно 3. Поэтому, учитывая все решения, мы, конечно, в совокупности должны записать все. Но вот решение у нас х меньше либо равно 0, оно входит в решение в объединение, точнее, да, вот с этим решением. Оно у нас получается в пересечении. Мы тем самым забираем в ответ от минус бесконечности до минус 6 и от минус 2 до 0. Это решение данного выражения и в объединение от 6 до плюс бесконечности. Вот здесь у нас получилось больше 0 и больше 6. Конечно, это будет у нас включительно, поэтому мы и забираем от 6 до плюс бесконечности. Да, еще тоже. Здесь мы берем этот промежуток, здесь мы берем от 6 до плюс бесконечности, и здесь мы, получается, берем меньше минус 6, то есть от минус бесконечности до минус 6. И получилось решение больше либо равно 3, но, так как мы решаем в системе, мы здесь берем промежуток только от 6 до плюс бесконечности. Вот такие вот неравенства мы сегодня с вами рассмотрели. Они все относятся к заданию номер 15. Надеюсь, что они у вас дальше при решении не вызовут затруднений при решении подобных заданий. Если у вас будут вопросы, снова мои контакты. Оставляйте комментарии, вопросы, просьбы. Я обязательно отвечу. На этом я с вами сегодня хочу попрощаться. Мы с вами встречаемся на следующем занятии, номер 8, и перейдем уже к экономическим задачам под номером 17. Всего доброго, ребят. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok